Девушки отдыхают Среди советских экспонатов показан новый грузовой самолёт с турбореактивными двигателями. По заверениям представителей авиаэкспорта, эта машина предназначена для использования в сугубо гражданской сфере. Но западные специалисты безошибочно определили её истинное назначение – военно-транспортный самолёт. В Советском Союзе специализированный самолёт для военно-транспортной авиации появился только в середине 50-х годов. Именно тогда на вооружение стал поступать турбовинтовой Ан-8. С конца 50-х основной рабочей лошадкой военно-транспортной авиации становится Ан-12. Но уже к середине 60-х требования к грузовым самолётам значительно возросли. Военных уже не устраивали дальность полёта, скорость, количество перевозимых людей и техники, масса перевозимого груза. Всё это потребовало создания новой грузовой машины. К тому же в США на вооружение стал поступать реактивный военно-транспортный самолёт Си-141 «Старлифтер». По своим характеристикам он значительно превосходил советские машины. СССР просто не мог отстать от потенциального противника в гонке вооружений. Авиационным конструкторским бюро было выдано техническое задание на проектирование нового транспортного самолёта. Причём главная задача этого военно-транспортного самолёта было возить десантников, естественно, боевую технику и десантировать как десантников, так и боевые машины пехоты и другую военную технику парашютным способом. И главные задачи, которые они перед нами ставили в те времена, это эксплуатация на грунте с прочностью грунта 5 килограмм на сантиметр квадратный. Вообще это почти болото. За работой конструкторских бюро внимательно следил министр авиапромышленности Пётр Васильевич Дементьев. Из всех эскизных проектов он остановился на машине ОКБ Сергея Ильюшина. Далеко не последнюю роль в этом выборе сыграли турбореактивные двигатели, которые предполагалось установить на этот самолёт. С одной стороны, они были не столь экономичны, как турбовинтовые, но с другой стороны давали существенный прирост скорости полёта, которая так нужна была военным. В 1966 году ОКБ Ильюшина поручили более детально проработать конструкцию самолёта. В короткий срок коллектив под руководством Генриха Васильевича Новожилова выполнил общие компоновочные проработки новой машины. На основе проведённых совместно с ЦАГИ проектно-исследовательских работ было подготовлено техническое предложение самолёта. Но когда мы сделали первый вариант, нас вызвал Дмитрий Фёдорович Устинов. Дмитрий Фёдорович Устинов в то время был секретарём ЦК КПСС и отвечал за военно-промышленный комплекс. И состоялось совещание, на котором присутствовал Сергей Владимирович. Я делал доклад. Сделал доклад и сделал упор на том, что у нас получается самолёт, в общем, по характеристике дальность коммерческая нагрузка, не очень эффективно. По расчётным данным выходило, что только скорость соответствовала требованиям военных. А остальные характеристики получались не очень высокими. Максимальная нагрузка – 20 тонн. Дальность полёта – 3000 километров. Все попытки улучшить эти характеристики к положительным результатам не приводили. А когда вы проектируете самолёт для эксплуатации на неподготовленном грунтовом аэродроме, то вам приходится дополнительно усиливать шасси, естественное крепление и каркас. И вот когда я делал доклад, я упор сделал на том, что в связи с тем, что самолёт нам задан только грунтовой, нам приходится вкладывать лишний вес и в шасси, и в крепление, и в каркас. Дальнейшую судьбу самолёта на этом совещании решил министр обороны Андрей Антонович Гречко. Встаёт Гречко и задаёт мне вопрос. Скажите, пожалуйста, но если вы только что нам доложили, и что для того, чтобы самолёты эксплуатировать на неподготовленном аэродроме, вы вкладываете лишний вес? Так вот задумался. Да мы, наверное, процентов 10 будем эксплуатировать самолёт с грунта. А почему вы не можете сделать так, чтобы то, что вы вложили для грунта, использовали для бетона? И задал вопрос Сергея Владимировича. Сергей Владимирович, можно так сделать? Сергей Владимирович, можем, мы поработаем. В ноябре 1967-го Совет Министров рассмотрел новое техническое предложение и принял постановление о начале работ по созданию военно-транспортного самолёта Ил-76. Для ОКБ Ильюшина начинался, пожалуй, самый сложный этап. Предстояло детально проработать узлы и агрегаты новой машины, а также провести их испытания на стендах. О сложности поставленной задачи говорят сухие цифры. В процессе создания самолёта на его конструкции и системы было получено более 200 авторских свидетельств на изобретение и более 30 иностранных патентов. Параллельно с испытаниями отдельных узлов и агрегатов на заводе строился деревянный макет самолёта в натуральную величину. Это сегодня, понимаете, компьютер позволяет посмотреть, вам и справа, и слева, и изометрию сделать, что хотите. В то время, для того, чтобы не ошибиться в чертежах, мы всегда строили деревянный макет. В мае 1969 года макет Ил-76 представили комиссии заказчика, возглавляемой тогда заместителем командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенантом Георгием Пакелевым. Осмотрев самолёт, высокое руководство высказал лишь незначительные замечания. Так вот, было замечание по макетной комиссии. Почему в большом самолёте нет туалета? Мы прикинули место, куда можно поставить туалет. И когда я начал разговор на эту тему с военными, они на меня посмотрели достаточно удивлённо и говорят, «Какой туалет? У нас же нет машины МА-5, которая занимается сливом туалета, так? Сделайте нам ведёрк, крепление, и вопроса нет». После утверждения макета началась сборка опытной машины. Чуть больше года понадобилось для создания первого самолёта. 25 марта 1971 года Ил-76 вырулил на взлётно-посадочную полосу центрального аэродрома в Москве на Хатынке. После необходимой проверки экипаж под командованием лётчика-испытателя Эдуарда Кузнецова поднял машину в воздух. Весь завод, по-моему, облепил всё, что можно было облепить. И крыши, и это, и это, и это. Смотрим, зажглись фары, гудят двигатели. Потом пошёл разбег, и машина ушла. Ну а потом была огромная радость, конечно. Тут же побежал, позвонил министру, сказал, что самолёт ушёл. Первый полёт завершился благополучной посадкой на аэродроме Лии в городе Жуковский. Здесь находилась лётно-испытательная база ОКБ Ильюшина. Здесь же новому самолёту предстояло пройти первый этап испытания. Что же представляла из себя эта машина? В соответствии с техническим заданием, самолёт должен был обеспечивать транспортировку практически всех видов вооружения и техники, используемых в воздушно-десантных войсках. А также не менее 80% видов вооружения и техники других родов войск. Исходя из этого, определили размеры грузовой кабины. Длина, без учёта рампы, 20 метров. Высота 3 метра 40 сантиметров. Ширина по грузовому полу 3 метра 45 сантиметров. При задании на десантирование в грузовой кабине размещаются 126 парашютистов с личным оружием. При стандартной перевозке 145 солдат или 33 тонны груза, включая военную технику. К примеру, 3 боевые машины десанта. За погрузку и размещение в грузовой кабине отвечает борттехник по АТО – авиационно-десантному оборудованию. На данном типе самолёта имеется передний пульт борттехника по АТО и задний пульт борттехника по АТО. На переднем пульте борттехника по АТО можно осуществлять открытие и управление грузолюком, а также открытие и закрытие входных дверей. Задний пульт борттехника по АТО отличается тем, что там возможно только открытие и закрытие грузолюка. Грузовой люк состоит из трёх внешних створок, рампы и гермоперегородки, которые приводятся в действие гидравлическим прибором. В опущенном положении рампа служит трапом для въезда и выезда самоходной техники. В горизонтальном положении рампа позволяет загружать или разгружать самолёт с использованием бортовых грузовых автомобилей. При необходимости в полёте на рампе можно разместить до двух тонн груза. Для облегчения работы бортовых техников по АТО и экипажа имеется четыре электротельфера грузоподъёмностью по 2,5 тонны, которые могут работать как отдельно, так и совместно. Совместные данные электротельфера поднимают груз до 10 тонн. Также имеется для погрузки самоходной техники две лебёдки ЛПГ-3000. От пульта бортоператора вдоль всей транспортной кабины тянутся два рельса. Они позволяют электротельферам перемещаться по всему грузовому отсеку и выдвигаться за порог рампы на 5 метров. Для создания нормальных климатических условий в полёте транспортная кабина отделяется от грузового люка гермостворками. Из транспортной кабины существует проход в носовую часть самолёта, которая разделена на две секции – нижнюю и верхнюю. «Поскольку самолёт должен был эксплуатироваться на неподготовленных грунтовых аэродромах, нам было чётко сказано, что штурман должен иметь прямую доску с тем, чтобы можно было установить прицел. Это первое. И второе – штурман должен иметь отличный обзор. Человеческий глаз военные считали лучший. Поэтому мы для штурмана отвели носовую часть. Это штурманская кабина Ил-76. Основное предназначение – это навигация, боевое применение. Это непосредственно сердце навигации. КП-1. В простонародье его называют пианино. Из-за того, что много количества кнопок, сюда вбиваются все координаты по определённым ячейкам. И вся навигация и боевое применение сюда забивается, в этот комплекс, который совместно работает и с локаторами, и с радиолокационными системами. Как только мы его посадили в носовую часть фюзеляжа, то встал вопрос – а куда сажать экипаж? И пришлось экипаж посадить над штурманом, сделать второй этаж. Непосредственно в данной кабине находятся четыре рабочих места. Это командир корабля, помощник командира корабля, старший бортовой инженер и старший воздушный радист. Командир корабля, он отвечает за безопасность выполнения полёта, он пилотирует самолёт. Помощник командира корабля помогает ему. Как вы видите, все системы управления на самолёте дублированы, то есть в случае какой-то нештатной ситуации с командиром корабля, помощник командира корабля может взять управление на себя. Старший бортовой инженер, он управляет двигателями, то есть и следит за приборами контроля работы двигателя, также следит за остатком топлива и выработкой топлива. Старший воздушный радист отвечает за ведение радиосвязи и настройку радиостанций на определенные каналы. Требования, предъявляемые к самолёту, отразились и на его внешнем облике. Крыло размахом 50,5 метров расположили на верхней части фюзеляра. В авиации такая схема называется высокоплан. К моменту создания Ил-76 она стала традиционной для военно-транспортных самолётов и имела очевидные плюсы. В их число входят удобство десантирования личного состава и хорошая управляемость самолёта. Но самым главным было обеспечить высокий коэффициент подъёмной силы. Для этого надо было крыло оборудовать механизацией. Крыло было оборудовано механизацией предкрылок по всей длине и мощнейший трёхсеревой раздвижной закрылок по задней кромке крыла. Благодаря мощной механизации крыла Ил-76 получил хорошие взлётно-посадочные характеристики. Длина разбега при взлёте составила 1220 метров. Длина пробега при посадке 450 метров. Для самолёта такого типа это были достаточно высокие показатели. Конечно, не в последнюю очередь они достигались и силовыми установками. Под крылом на пилонах разместили 4 турбореактивных двигателя Д-30КП с тягой по 12 тысяч килограммов каждой. На двигателях предусмотрели специальное устройство реверс-тяги. Были сделаны ковши в задней части двигателя, которые при посадке смыкались, открывались и смыкались, и направляли струю двигателя в обратную сторону. Тем самым, как бы, и с одной стороны уменьшить тягу двигателя, и с другой стороны создавали эффект торможения двигателями. Это разработка двигателистов. Тогда возглавлял АКБ Павла Александровича Соловьёв. Это их, как говорится, детище, их воплощение, вот, идея. Хвостовое оперение самолёта выбрали Т-образной формы. Это позволяло вынести стабилизатор из зоны возмущения воздушного потока от крыла, тем самым обеспечив лучшую устойчивость и управляемость в полёте. Для обслуживания высокорасположенного горизонтального оперения в киле самолёта сделали специальный лаз. В лётной среде он получил название «Проспект Новожилова». Заканчивался этот проспект люком, выводящим на стабилизатор. Особое внимание при проектировании самолёта уделили шасси. Во-первых, оно должно было выдерживать максимальный взлётный вес Ил-76, а он составлял 157 тонн. Во-вторых, выдерживать нагрузки при посадке на грунтовые аэродромы. После долгих обсуждений и испытаний на самолёте применили следующую схему. Одна носовая стойка и четыре основных. На каждой из стойк разместили по четыре колеса. Уборка и выпуск основных опор происходят с разворотом колёс вокруг стойки на 90 градусов. Створки обтекателей открываются только при выпуске или уборке. Это исключает попадание в отсеки воды, снега и грязи, что особенно важно при эксплуатации самолёта на грунтовых аэродромах. 17 мая 1971 года в аэропорту Внуково состоялся показ новейшей авиационной техники руководству СССР. Леонид Ильич Брежнев очень заинтересовался новым грузовым самолётом. Леонид Ильич облазил весь самолёт, я подчёркиваю. Сначала он посидел в кабине штурмана, потом осмотрел всю кабину. Самолёт ему очень понравился. После осмотра высокое руководство разрешило показать самолёт на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже. Надо сказать, что эта машина вызвала неподдельный интерес у зарубежных оппонентов. В то время командующим военно-транспортной авиацией Соединённых Штатов был генерал Катон. За мной прибегают и говорят, что вот американцы хотят посмотреть самолёт. Я прихожу, показал им самолёт. Генерал Катон осмотрел грузовую кабину и говорит, я говорил своим конструкторам, когда они делали Си-141, что у них размеры кабины маленькие. Вот что нужно. А потом выхожу, мне говорят, а генерал 40 минут ждал, пока вы придёте, чтобы посмотреть этот самолёт. В начале 70-х, пока шли испытания первых опытных образцов, на Ташкентском авиационном производственном объединении разворачивался выпуск самолётов. В мае 73-го в небо поднялась первая серийная машина. Она приступила к лётным испытаниям по разделу боевого применения. В первую очередь отрабатывалась перевозка и десантирование личного состава. Ну, нам очень повезло, что в этот момент произошло перевооружение армии с парашютов Д-1-8 на парашюты Д-5, потому что иначе бы мы тяжело бы справились с задачей, которая у нас стояла, потому что вытяжные звенья от людских парашютов, они не были Особенно при десантировании из боковых дверей, они имеют большую длину и как бы веером вращались в зоне боковых дверей и было тяжело обеспечить десантирование личного состава из дверей. В этот момент произошло перевооружение армии и, по сути дела, от парашютов на борту оставались у нас небольшие переходные звенья миллиметров 300 длиной и вот это нам помогло решить положительные задачи по десантированию личного состава. По результатам десантирования пришлось немного доработать транспортную кабину. В частности, десантники неоднократно жаловались, что армейские сапоги скользят по полу. Были даже случаи падения по пути к грузолю. Чтобы устранить этот недостаток, пол самолета снабдили специальными шипами. Несмотря на незначительные огрехи, в целом испытания по десантированию личного состава прошли положительно. А вслед за этим началась отработка воздушного десантирования грузов и техники. Я могу сказать, что за это время мы перебросали и огромное количество десантных платформ с техникой, с различными техниками. Это были и снабженческие грузы, это были и пушки, и минометы, и автомобили, и вплоть до плавающих танков ПТ-76. И масса была от 4 тонн до 21 тонн. Вот такой диапазон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В ноябре 73-го на испытание поступил четвертый самолет. Мы не случайно акцентируем на нем внимание. Дело в том, что изначально в конструкции Ил-76 была предусмотрена специальная кабина для седьмого члена экипажа, стрелка. Находится эта кабина в кормовой части. Но первые три машины строились без нее. И только на четвертой она появилась. Собственно, помимо остальных испытаний, на этом самолете отрабатывалось и вооружение. Под кабиной располагалась спаренная пушка ГШ-23 калибром 23 миллиметра. Управление огнем осуществляется с рабочего места стрелка. Испытания самолетов продолжались до конца 1974 года. По их результатам военные дали положительные заключения по всем разделам боевого применения Ил-76, отметив, что летно-технические характеристики самолета позволяют успешно решать весь комплекс задач по десантированию, перевозке грузов и личного состава, а также выполнению специальных задач. Под специальными задачами подразумевалась бомбометание. Конструкция Ил-76 позволяла выполнять и такое действие. Для этого на крыле предусмотрены крепления для подвески бомбы. В 75-м году Ил-76 стал поступать в войска. Правда, официально самолет приняли на вооружение только 21 апреля 1976 года. Военно-транспортный самолет Ил-76 Длина 46,6 метра Высота 14,8 метра Размах крыла 50,5 метра Максимальная взлетная масса 157 тонн Максимальная масса полезной нагрузки 33 тонны Силовая установка 4 двухконтурных турбореактивных двигателя Д-30 КП с тягой по 12 тысяч килограммов каждый Максимальная скорость 850 километров в час Дальность полета с максимальной нагрузкой 5000 километров Практический потолок 12 тысяч метров Вооружение Спаренная пушка ГШ-23 калибра 23 миллиметра Экипаж 7 человек В военно-транспортной авиации эксплуатация новых машин началась очень активно В Советском Союзе постоянно проводились военные учения в которых стали принимать участие и самолеты Ил-76 Перевозка личного состава Выброска парашютистов Перевозка и десантирование грузов Военные стремились использовать самолет по максимуму Были разработаны различные варианты применения этой машины как в мирное время так и на случай войны Интересно что несмотря на принадлежность к военному ведомству практически все самолеты по соображениям секретности были окрашены в цвета гражданской авиации А на бортах красовалась надпись Аэрофлот Хотя на самом деле из 80 построенных Ил-76 гражданской авиации досталось только три машины Пока самолет обживался в армии и гражданской авиации ОКБ Сергея Ильюшина активно работала над улучшением машины В первую очередь усиливали конструкцию планера К этому времени были разработаны турбореактивные двигатели Д-30 КП второй серии С точки зрения мощности двигатели не увеличились С точки зрения ресурса надежности вот здесь двигатели внесли довольно-таки много труда с тем чтобы эксплуатационно характеристические двигатели Д-30 КП второй серии они были улучшены и доведены до сегодняшнего состояния Общая модернизация самолета позволила увеличить максимальную взлетную массу до 172 тонн При этом грузоподъемность увеличилась с 33 до 47 тонн Достаточно серьезная прибавка Весной 78-го модернизированный самолет совершил первый полет А уже осенью того же года новые машины под обозначением Ил-76М стали поступать на вооружение полков военно-транспортной авиации Стоит отметить что в ОКБ Ильюшина шла работа не только по модернизации самолета Прорабатывались вопросы и по увеличению количества перевозимого личного состава Первоначально на самолете Ил-76М перевозили 145 человек личного состава войск Это не парашютисты Это просто солдаты с вооружением 145 человек При этом сами понимаете если высота кабины 3,4 метра так то в сидячем положении сами понимаете где-то метр с небольшим занятый объем грузовой кабины то есть остается еще достаточно большое пространство для перевозки чего-то И в КБ вот нашем КБ КБ-7 проработаны эти вопросы и предложена конструкция второй палубы Естественно этот вопрос был доложен генеральному конструктору Проработки эти были показаны заказчику естественно заказчику У нас было 145 человек стали мы возить 225 человек Вторая палуба представляет из себя настил Специальными кронштейнами он крепится к несущим рельсам электротельферов Хранится эта конструкция на аэродроме А в случае необходимости достаточно быстро собирается силами наземного технического состава В конце 78-го в небо поднялся еще один самолет Ил-76Т Аббревиатура Т расшифровывалась как транспортный Эта машина была создана для использования в гражданской авиации От военного образца Ил-76Т отличался отсутствием вооружения кабины стрелка и десантного оборудования Для аэрофлота этот самолет стал фактически вторым дыханием Устаревшие Ан-12 несмотря на положительные характеристики уже не справлялись со все возрастающим объемом грузовых перевозок В этом отношении Ил-76 пришелся как нельзя кстати и быстро заслужил почетное звание флагман воздушного грузового флота В аэрофлоте Ил-76 эксплуатировались в достаточно суровых условиях Тюменская область Магаданская Красноярский край Базируясь на малоподготовленных аэродромах в суровых условиях Сибири летчики аэрофлота на этих самолетах перевозили различные грузы для строительства нефтегазовых вышек и обустройства нефтегазовых месторождений Тут очень много интересовались этими самолетами и в основном страны Ближнего Востока это Сирия Ирак потом они переместились и дальше на запад это уже и Северная Африка стала интересоваться этими самолетами то есть большая партия самолетов стала поставляться на экспорт В гражданской авиации стремились не только активно эксплуатировать самолет но и расширить его возможности По заказу аэрофлота были разработаны пассажирские модули в габаритах стандартного контейнера Устанавливались они в транспортной кабине В них могло разместиться до 100 пассажиров Правда широкого применения они так и не нашли Все-таки Ил-76 далеко не пассажирский самолет Стоит отметить что расширить сферу применения этой машины стремились не только в гражданской авиации По заказу военных в середине 70-х годов на базе Ил-76 был создан скип самолетный командно-измерительный пункт Использовался он для наблюдения и регистрации параметров полета при испытаниях крылатых ракет Первые два скипа внешне практически ничем не отличались от обычного Ил-76 А вот следующие машины из этой серии получили своеобразный гриб на верхней части фюзеляжа В эту конструкцию поместили различную аппаратуру для слежения за испытуемыми объектами К концу 70-х годов в очередной раз назрела необходимость повысить характеристики самолета ВОКБ Ильюшина начали активно прорабатывать варианты модернизации Ил-76 Проведено необходимо работать и усиление шасси и усиление фюзеляжа и небольшое усиление крыла Все эти возможности все эти доработки легли в основу перевозки большего груза А сами понимаете что перевозка грузов это основное предназначение военно-транспортного или просто транспортного самолета В 1981 на испытание вышел самолет Ил-76 МД модифицированный дальней Проведенные работы позволили увеличить максимальную взлетную массу до 190 тонн а массу полезной нагрузки до 50 тонн Этот самолет стал постепенно заменять в войсках устаревшие машины Не обошли вниманием и советский аэрофлот На базе нового самолета сделали и гражданский вариант Ил-76 ТД транспортный дальний От военного образца он отличался незначительно отсутствовало вооружение кабина стрелка и десантное оборудование В 80-х годах Ил-76 стал платформой для создания самолетов различных назначений Ил-78 самолет топливозаправщик А-50 самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76 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 ЛЛ летающие лаборатории для испытания новых авиационных двигателей В некоторых случаях назначение самолета менялось только с помощью различного съемного оборудования К примеру вот такие трубы называются ВАП выливной авиационный прибор Установив их в Ил-76 и наполнив водой получали пожарный самолет В 70-х 80-х годах производство грузовых машин в Ташкенте не останавливалось ни на минуту К 1991 году общее число построенных самолетов Ил-76 составляло более 900 Для самолета такого класса это очень серьезное число С распадом Советского Союза в конечном итоге сложилась парадоксальная ситуация что самолеты военно-транспортной авиации продолжали выпускаться в другом уже государстве в республике Узбекистан поэтому было принято решение о переводе производства самолетов военно-транспортных самолетов из Узбекистана в Россию было подписано решение в 2006 году о начале перепроектирования самолета как такового и производства его в Ульяновске ну перепроектирование самолета это громко сказано вообще-то мы взяли наши серийные чертежи так все что новое в нем к этому времени было сделано мы естественно оставили все что новое и нормальное работающее оборудование оставили в сентябре 2012 года состоялся первый полет самолета Ил-76 МД-90А внешне новая машина не сильно отличается от своих предшественников но различия конечно есть многие узлы сделаны уже по современным технологиям что значительно снизило массу самолета в кабине экипажа установлена новая авионика и самое главное это новые более экономичные двигатели ПС-90А-76 с тягой 14500 килограммов каждый в результате всех изменений на новом самолете удалось увеличить грузоподъемность до 60 тонн в 2013 году на авиационном заводе в Ульяновске были заложены еще несколько самолетов этого типа но все-таки Ил-76 МД-90А это перспектива пусть и ближайшего но будущего а пока в дивизиях военно-транспортной авиации России продолжают нести службу самолеты сделанные в СССР и летчики с любовью относятся к этим надежным и неприхотливым машинам советская инженерная мысль была настолько продуманной и не только на данный момент а и на перспективу глубокую перспективу дальнюю что самолет до сих пор считается очень надежным самолетом по своим летно-техническим характеристикам в плане выполнения задач по предназначению диапазон центровок диапазон скоростей диапазон перевозимых грузов то есть настолько широк что иногда бывали моменты когда действительно говоришь спасибо конструкторам которые продумали все эти вопросы были моменты когда как бы вот исключительно на этих заложенных прочностных характеристиках этот самолет спасал жизнь экипажа до сих пор до сих пор Продолжение следует...